Всем привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Аня Настя Лайв. Ну что, обсудим видеоролик, да, который у них вышел вчера. Знаете, они как-то по очереди, по очереди записывают свой бред. Почему бред? Потому что самый настоящий бред. Им сказать нечего, ребят. Учёба – работа. Учёба – работа. Бератор. День рождения. И одно и то же по кругу. Знаете, уже и правда в комментариях пишут, что это уже абсурд. И это уже всё. В голове какая-то дурная фобия. День рождения. Это же как охота подарков, чтобы, слушайте, постоянно, бесконечно говорить про день рождения. И уже если двадцать пять лет, всё, значит, капец. Ну и что день рождения у тебя? Ну и празднуй. Чё ты орёшь в каждом видеоролике? С сентября месяца. День рождения, день рождения. Подарков хочется? Так купи себе подарки. Заработай и купи. А то, видите ли, а что ты мне подаришь? Да, что подарит Анька? Да, что подарит хозяйка? Угу. Своей служанке, которая только под ногами и крутится у Аньки. Настенька, сделай то, Настенька, сделай это. Кстати, невозможно смотреть. Одна говорит, вторая бегает туда-сюда. Что-то мельтешит перед глазами, что-то бубнит. В общем, ребят, очередной бред. Они уже не знают, о чём поговорить. Уже поговорить про работу. Всё. Уже они теперь не знают, за что схватиться. И расстроена Анька. Расстроена. До декабря месяца, до середины придётся учиться. Ну так хорошо. Может, хоть что-то успеешь выучить. А не днями и ночами видосы писать. Да в стримах сидеть. Жрать и дрыхнуть. Ну а ещё, ребят, момент. Анька на курточку намекает, что курточку пора бы одевать. Ну, у неё есть там курточка с прошлого года, да. Новую купить никак. Да, она бы купила. Но это так дорого. 160-180 евро. А чё? А чё, Анечка, проблемы? А ты у мамы попроси. Вон, Настюку мама с папой одели. И ты у родителей попроси. В чём проблема? Если ты сама не можешь заработать себе на курточку. Какая, смотрю, деловая. В жилетке уже не дело ходить. В курточке ходить, да. Шапочку одела, пора бы и курточку. Вот старенькую и одевай. Раз заработать не можешь, значит, ходи в том, в чём есть. То вообще, смотрю, прифигели. Ну и знаете, заглянула я к Эрике на канал. Эрика всё-таки не выдержала. Хотя я на её месте бы не стала бы в жизни даже вспоминать про этих двух. Я не знаю, как их можно назвать. Потому что девушками не назовёшь. Они не заслуживают, да. Ну, а как по-другому, я, короче, ещё не придумала. Они как две макаки. Во. А, шарепы. Шарепы, вот. Ну и, значит, Эрика решила ответочку записать. Правда, она не говорила, не называла, какой канал. Но и так всем понятно, что это за канал, который пытается выставить Эрику на посмешище. Да ещё касаясь чего? Болезни. Представляете? Это ж докатились до такого уже, докатились молодые девчонки, что уже высмеивают болезни. А они не думают, что в 24 года, занимаясь такой мерзостью и гадостью, что их ждёт впереди. Что им только 24 года. Что будет с ними, когда они будут в возрасте Эрики? Я понимаю, что меня-то они ненавидят вообще лютой ненавистью. Поэтому меня тоже касалось всё это. Но, знаете, я уж через всё это переступаю. Знаете, всякое бывает. Идёшь где-нибудь в лесу и видишь кучу говна. Ты же не вступишь, ты же переступишь. Вот так и я через них переступаю. Как то, что я назвала. И поэтому для меня они просто мусор. Самый настоящий мусор. Это такой мусор, который приезжает за помощью. И государство, которое их, можно сказать, содержит, да, они ещё мусором, да, посыпают. Грязью, которую практически в каждом видеоролике несут на это государство. То-то не так, то там не так, то курсы, то работа, то бератор, то продукты дорогие, космос невозможно выжить, то медицина негодящая, то парикмахеры плохие. И, понимаете, это просто уже невозможно на всё это реагировать нормально. Поэтому люди не могут оставлять им позитивных комментариев. И канал превратился в помойку, в навозную просто помойку. Ну а то, что они ещё умудряются касаться болезней, вот это уже вообще, уже никуда не годится. Эрика разнесла их правильно. Она хорошенько прошлась и по внешности. Я не поддерживаю в том случае, когда люди не проходятся. А тогда, когда молодые девки, которые имеют внешность, хоть ты обнимай и рыдай, а не плачь, и ещё смеют обзывать кого-то, я до сих пор помню, да, как это Анька кричала. Вишня вонючая, жирнючая. И это, говорила не Настяка, а Анька, у которой морда просто в экран не влазит. И это в 24 года, что будет дальше. Ну, а вторую, конечно же, прищемила за хвост Эрика по полной. Хотя я щемила так же. Если бы не хотела, прыщей бы не имела. А так у неё ручонки колотятся, когда она видит шоколадку или что-нибудь сладенькое. А потом вода плохая. Из-за воды прыщи, из-за воды волосы. Да какая вода? Какая вода? Жрать меньше надо. А то уже столько болтушек, мазюк, всяких накупила. И всё ничего не помогает. А загрязный язык тебе не помогает. Меньше по соцсетям бегать надо. И гадости, и мерзости рассылать. Людям, с которыми ты вообще никогда не была знакома. И в глаза никогда не видела. Только хорошо, что эти люди мудрые и не такие пустоголовые, как ты, Настенька. Ребят, нет у них будущего в блогерах. Они возомнили себя неизвестно кем. Но настолько тупых и пустых девок в 24 года я ещё никогда не видела. Нет, я всё понимаю. Разные есть люди. Но вот на таких вот пустышек, которые не знают даже о чём поговорить, и которые не могут найти темы для разговора, но это жесть. Это жесть. И вот какое у них будущее? Правильно Эрика сказала, что у них даже и парней-то нет. Как Анька сказала, подруг у нас нет. А вот тут такие подруги, что попробуй якобы свяжись, да, что потом не ожидаешь, что может якобы быть от таких подруг. А вы на себя посмотрите. Умеете ли вы дружить? Да с кем бы вы ни связались, вы всех оплюёте, всех перемоете, всех кругом идиотами сделаете. Зато на себя не смотрите. Вы-то и дружить не умеете. А вот любить – это ещё больший вопрос. Поэтому хорошенько она прошлась по этим «принцессам» в кавычках. Ни вкуса, ни ума, ни образования. И, знаете, вот это вот психологини, психологини. Какие вы психологини? Вы обе с фобиями. Одна с ноги на ногу переваливается и не может налюбоваться на себя в камеру и вечно трясётся, вся ходуном ходит. А вторая, то и дело губами плямкает и кучу фобий имеет. Кстати, проходились по болезни Эрики, по здоровью. Только вот Анька почему-то бесконечно плямкала про то, что ей операция нужна и как она переживает и какой капец прям ей приходит. Что ж, Анька, про свои болячки-то не ржала, а? Настенька, ты чего над подругой не ржала, когда та на операцию ходила? Не смешно было, потому что Анька по мордасам бы надавала. А вот над людьми, которые гораздо старше, можно и поржать. Но обратно залетит со скоростью. Мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Но я хочу напомнить, что это лично моё мнение, и я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok